Приветствую вас, прочитав вопрос, и попробую разобраться в том, что вы написали, попробую как-то помочь вам найти в том, что вы написали, неповедимное зерно, но хотя бы рациональное, чтобы вы нащупали какие-то рычаги управления своей жизнью. Итак, первое, что хочется отметить, это то, что вы в своем тексте переносите ответственность себя на других людей. На родителей, на постоянных друзей, которых у вас нет, наверное, на подругу, вероятно, на маму и так далее. И вы, скорее всего, со мной не согласитесь в этом, потому что, наверное, вы считаете, что вы делаете все так, что ответственность несете сам. Если вы так считаете, это ваше право. Я не буду вас переубеждать, но вы написали нам, и вопрос вы как до кого-то не задаете, до кого-то впечатление, что вы просто решили рассказать свою ситуацию, соответственно, я вам как бы стараюсь на нее ответить. Вы сейчас, на данный момент, идеально выполняете все свои социальные роли. То есть, вы хороший абитуриент, да, вы учитесь, значит, вы работаете, значит, вы хороший сотрудник. Вы обеспечены, и это тоже очень здорово. Как социальный индивиду – как социальный индивид, вы, наверное, достигли своего болта. Кроме, по самому, только личной жизни. И вот здесь гасаемо личной жизнью, начинается глав вопросов. Вы пишите, что у вас был молодой человек Который сейчас с вашей подругой Вы с этим молодым человеком обещали его с родителем пожениться Но не поженились, потому что ваши родители были против И вы пишите такую ситуацию, что вы сдались Ну, собственно, возникает вопрос Во-первых, кто вы сдались Во-вторых, почему сдались Знаете, отношения, личные отношения Вообще говоря, это ваше счастье Это счастье вас Это счастье вашего молодого человека, бывшего И на своей счастье нужно бороться А вы сдались, потому что родители были против Против ваших отношений И получается так, что вы уступили родителям Своё счастье Наверное, вы обвиняете их Наверное, вы обвиняете своего молодого человека Наверное, вы даже обвиняете себя Вы задаете три вопроса А почему, даже если вы спрашиваете, вы Потому что вы, вероятно, не захотели бороться за своё счастье Потому что с вашей подругой мужчина не должен был преодолевать напряжение Противодействие ваших родителей Которое вы считали ненормальным Вероятно До сих пор у вас нету парня Потому что Вы не забыли своего молодого человека И вы, если не измените своё отношение к этой ситуации И не забудете его ещё очень долго Возможно, это даже станет вашей проблемой Если вы не измените своё отношение к этому сейчас Почему у вас, кроме учёбы и работы, нету больше дел? Потому что одни отношения у вас ещё не завершились Вы их не опустили Новые отношения у вас таким образом невозможны Далее вы пишите, что люди Людей из вашей жизни уносят ураганом Или просто вздувают ветру Ага Понимаете, в чём дело? Ну вот, о каких именно людях идёт речь Не очень понятно Потому что вы описали ситуацию только со своим молодым человеком Но Вы пишите, что мама вам говорит о том Какой бессердечной вы стали по отношению ко всем Это мнение вашей мамы Мнение вашей мамы вы никак не комментируете То есть вы его не оспариваете и не подтверждаете Вы как бы просто его приводите Но простите Почему ваша мама Вообще Да? А почему ваша мама вообще Позволяет себе Позволяет себе Говорить То, что она говорит вам Да? То есть Давать вам какую-то оценку Оценку Того, что Вы Того, как Вы себя ведёте Да? Почему Вы это позволяете Есть и есть И самое главное Как будто вы с ней соглашаетесь Вообще говоря Стоит вам задать вопрос Насколько вы Зависимы от Мнения своих родителей Вот кажется, что Довольно сильно Раз им вы уступили Свою личное счастье С молодым человеком Раз к своей маме Вы прислушиваетесь И раз вы Предпочитаете Деньги Которые вы получаете Пусть и небольшие Тратить полностью На себя Вы задаёте Действительно Очень логичный вопрос Казалось бы А Мечта новых Такая жизнь Но в действительности А вы Имеете Только материальные Благо И социальные Чтобы иметь Личные Благо Нужно быть В вашем случае Независимой от родителей Чтобы иметь Личные блага И строить Личное счастье Нужно Уметь Правильно Воспринимать Противодействие Людей тому К чему вы Стремитесь Понимать Что ваши Родители Скорее всего Хотят Для вас Счасть И молодой Человек Для них Ваш молодой Человек Для них Был угрозой По их мнению Угрозой Вашему Счастью И они Были против Потому что Вы Пытались Возможно Доказать им Что это Не так В действительности Доказывать Ничего не нужно было Нужно было Просто Один раз Сказать И далее Действовать Так как вы считаете Но вы не смогли Почему Не смогли Ответ На этот вопрос Нужно Дать Вам И Для того Чтобы строить Своё счастье Для того Чтобы строить Личное счастье Как это ни странно Но вам нужно Перестать Принимать Обеспечение Мамы И папы Вас Всем Необходимо Потому что Родители Считают Что если Вы Пратите Их деньги То Вы От них Зависите А Вам Своей воли Не хватает Для того Чтобы им Против Противостоять От Вот здесь И кроется Проблема Что вы Вот Как Это Происпекает Из текста Вы Переносите Свою Проблему Ответственность На людей На родителей Вот Даже на молодого Человека На Попругу А в действительности То что происходит В вашей жизни Это Ваша Ответственность Это То Это Результат Того Что Вы Делали И Если У вас Нет Постоянных Друзей То Нужно Анализировать То Как Вы Относитесь К людям То Как Вы Позиционируете Себе Чтобы Внести Корректировки В Ваше Поведение Чтобы Помочь Вам Правильно Себя Вести Пока Вы Явно Это Делаете Неверно Далее Молодым Человеком Решен Предположить У Вас Все Было Серьезно И Раз Все Было Серьезно То Очень Может Быть Что Написать Что Ни Забыл И Очень Может Быть Что Если Вы Дадите Им Надежду На То Что Ваше Отношение Может Возродить Очень Может Быть Он Загласится Я Я Хотел Бы Давать Вам Надежду Но Отношение С Молодым Человеком Вам Нужно Либо Отпустить Либо Постараться Возродить И Чтобы Отпустить Нужно Извлечь Опыт Не Додавать Риторических Вопросов Которые Вы Здесь Пишите А Брать Свою Жизнь Свои Руки В Личной Сфере И Идти Своей Дорогой Ни на Кого Не Оглядываясь А то Получается Знаете ли Такая Двойственная Ситуация С одной Стороны Вы Вроде бы Бессердечны По Отношению Ко Всем Как Говорит Ваша Мама А с другой Стороны К родителям Прислушивайтесь И вот Чем Вы Руководствуетесь В этом Развлечении Почему Вы Руководствуетесь Этим Развлечением И Нужно Выяснять Потому Что Если У вас Приоритеты Не будут Расставлены Правильно А они Пока Расставлены Именно Так Неправильно То Вам Действительно Неменны Будут Все Ваши Достижения Хотя Хотя Вникает Вопрос Расставлены Расставлены Если 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 Говорите Что Ваши Достижения Вам Не Нужны А Это То Что Изначально Вы Делали Для Себя И Только Для Себя То Получается Что В определенный Момент Вы Потеряли Себя Вы Потеряли Свою Самобытность Потеряли Своих Личност Ради Чего Ради Того Чтобы Сделать Так Как Хотели Родители Или Сделать Так Как Тех Молодой Человек Или Кто С Какого С Какого Момента В Чем И Когда Вы Растворились С Какого Момента Вы Потеряли Себя И Стали Жить Не Для Себя А Для Других С Какого Момента Вам Перестав Оказаться Ценным То Что У вас Есть Поговорите Я хочу Быть Любимой И Любить Зачем Вам Это Если Вы Хотите Любить И Быть Любимой Значит Вы Что То От Этого Получаете Но Нельзя Любить И Быть Любимой Кем То Любовь Никогда Не Бывает Обезличен Любовь Любовь Всегда Какая Любовь Всегда Чья То Любовь Всегда Человеческая И Если Вы Говорите Что Хотите Любить И Быть Любимой Значит Вы Говорите Я Я Хочу Получать Что То И Участвовать В Каком То Процессе Потому Что Любить И Быть Любимой Нельзя Без Привязки Конкретному Человеку То Здесь Вы Возможно Переживаете Элемент Зависимости От Отношений Возможно Вы Неправильно Ставите Своё Желание Но Так Или Иначе Постановка Того Что Вы Хотите Она Неверна И Подразумевает Использование Человека В Качестве Средства В Качестве Средства Для Настяжения Ваших Целей Это Плохо Это Деструктивно И По Этой Причине Мужчины Которые Вокруг Вас Всего И Ухажеры Даже Не Мужчины Как Таковые Да А Просто Ухажеры Вот Вы Обо Всем Этом Постарайтесь Подумать Вы Все Это Постарайтесь Осознать И Может быть Поработайте С психологом Выбрав Любого На нашем Ресурсе Может быть Сами Побудьте Вы 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 Единение И Подумайтесь Что Вам Действительно Нужно Так Или Иначе Если Вы Не Найдете Себя Если Вы Не Поймете Кто Вы Как Личность То Вопросы Подобного Рода Будут Усугубляться Становиться Все Более И Более Глобальным И Серьезным Это Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделать Его Лучшим Желаю Вам Всего Доброго И Удачи